ага, босс.. не, мы.. не знаю, тачку в которой вроде президент должен был быть, мы взяли.. нет, девка какая-то, как принцесса одетая.. не знаю, конечно странно.. ничего не говорит, хихикает правда постоянно.. привет.. попытать ее мне хотябы? или че? ладно, посмотрим че скажет.. говори.. скажи где президент.. не, молчит.. еще и хихикать начала.. ты знаешь где президент? время бы нам сэкономило, типа если знаешь где он.. не, ничего.. я этого не хочу, просто расскажи.. нам обоим легче ж будет.. кажется она ничего не скажет.. по правде кажется она не понимает че я говорю.. не, английский понимает, просто.. ну блин, туповата она.. ага, ладно.. освободись.. все понял.. походу время просто теряем.. ладно.. ты иди.. сорян.. ошибочка вышла.. ага.. да, босс.. да, на связи.. привет.. покаа.. покааа.. да садь то какая.. разрушительное ранчо.. перевод и озвучка.. привет с разрушительного ранчо! рад вас видеть, давненько не видели, целый день! странное решение было, да, ролик на два дня мы разбили.. потому что я понял, слишком длинное оно было бы.. короче, это вторая часть, в которой мы надели вот уже броники.. вкратце, если вы вдруг вчерашний ролик не видели.. это тушки из прозрачного баллистического геля.. по сути это торсы такие, из баллистического желатина, упруга так пружинничего.. и на них мы натянули экзекьютив весты, или шефские жилеты от премьер боди армор.. уровень 3а, т.е. должны держать до 44го магнума.. и мы в общем-то собираемся и более мощными калибрами их пострелять.. чтобы увидеть сколько.. баллистических тушек в бронежилетах понадобится для остановки больших и больших патронов.. начнем с 22го конечно, что есть глупо.. мелкашка ведь точно ничего не пробьет.. а если пробьет.. я считаю в одиночку прикончу производителя броников.. оййоо.. шутка.. чисто.. чисто, чисто, ничего не пробило.. ща посмотрели, оказывается задом наперед на деле.. вот дырка 22го.. перевернули его, сюда стрелять надо.. тут пластинка дополнительная стоит еще.. значит терь стреляем настоящим калибром, это 9мм из 21го.. и его тоже должно остановить.. дырка вот тут, т.е. прямо вдоб пластину.. и посмотрим.. ничего.. нет пенетрации, близко даже.. 45 ацп, тоже должно остановить.. ии.. тоже остановлен.. ничего, даже шишки нет, даже морщинки.. перед правда выгибаться начинает, но его еще ничто не пробило.. в прошлом ролике мы дробью палили, так что решили повторить то же самое.. ии.. щелк щелк, бах! это дробь, попал прямо куда предыдущие пули попадали.. ставлю не пробило.. опрос показал.. о, пробило? не, чисто так.. на вид будто бы пробило, тут порватость, но я ставлю.. да, ничего не прошло, просто вдарило им потушки так, что ткань порвало.. значит до сих пор у нас нет пробития.. хотя пули бьют все в одну точку.. ружейный пулевой.. 28грамм, 12й калибр, пуля.. попробую тоже в ту же точку вложить ее.. возможно ему капец.. броня 3а не обязана ружейные пулевые ловить.. но видимо словила.. порван уже вот этот слой.. но желтый вот кевлар не прорван.. значит в тушке нашей пули не оказалось.. так как видите я попал ровно куда остальные пули уложились.. и она там, горячо, засела.. жилетка широченной стала.. но.. остановилось! вот это доппластина, то есть добавочная кевларовая пластина на груди.. пуля сперва в нее попадает.. вот 45ая цп.. видимо пулевым по этой пластинке я не попал, но вот 45ая она словила.. оружейная пуля.. да, там сидит.. вот он пыш.. а вон там пуля запуталась в кевларе.. значит как видите целостность кевлара мы тут повредили, так что наверно пора в другую область стрелять.. а давайте еще одну пульку сюда, чисто посмотреть.. 10мм из хайпойнта.. во вчерашнем ролике 10мм прошел дальше всех остальных патронов.. потому что калибр мощный, ствол вот длинный, почти винтовка.. но скорости пули не хватило, чтобы ее порвало, как пули из более мощных винтовок.. вообщем постараюсь в ту же дырку попасть, надеюсь эта фигня пристрелена, и посмотрим пробьет или нет.. если пробьет, скажу сразу, испытания нечестные.. потому что мы все пулю в одну дырку клали.. но если остановит, будет прикольно.. так, немного немного ниже пошла.. и остановилась.. ничего не пробило.. ваще отлично, да.. вот где пуля то попала.. надорвала покрытие зеленое.. но кевлар под ним.. абсолютно целеханик, дыр в нем нет.. лады.. автомат калашникова.. крохотный малюсика, это микродрака.. из-за него собственно и весь тест я задумал.. чтобы посмотреть сколько таких вот торсов с надетыми брониками нужно чтобы остановить крупные пули.. а потом затянуло.. ну я прям ушел в тесты самого геля, что времени не хватило.. короч.. теперь продолжаем.. и это калаш.. который точно пробьет минимум один слой.. этого баллистического геля.. без броников пуля две гелевые тушки пробила.. и остановилась как бы во второй и в третий.. так что посмотрим чего будет когда тут броники надеты.. целюсь правее нашего мега кратера.. блин.. фаерболы выдает, чумачечий.. так 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 ушки.. да, тут пробила.. зашла вот сюда.. и дальше.. прошила тушку.. нет блин, смотрите.. вон она.. значит не парьтесь.. если на вас бронька уровня 3а.. пуля вас прошьет и просто окажется сзади.. даже к хирургу не надо, все отлично.. так, значит.. калаш наш пробил один слой жилета, одну тушку.. и в общем все.. давайте теперь 5.56 пальнем, она побыстрее.. вот че интересное.. если бы вы прятались за другом и кто-то пальнул вас калашом.. то вас обоих покоцает.. но если на друге вашем пистолетная броня.. его бы конечно покоцало.. но вы бы выжили.. это с калаша.. как насчет аэрки без прицела.. попробую попасть чуть выше калаша, наугача стреляю.. да, очень неплохо.. 5.56, сюда вошла.. ну вот прикольно, калаш вон че натворил.. дырень.. мощу сразу скидывает, потому что пуля большая, тяжелая и медленная.. а 5.56 летит так быстро, что сперва тут малюсенькая дырочка.. потому что пулька прошивает препятствие.. а вот потом она обычно разрывается.. нууу.. это и случилось.. она взорвалась.. прошла тушку, ударила жилет и сзади не вышла.. ничего.. тут.. нет.. это дырка от 22го.. значит 5.56 как и калаш.. но пожестче.. потому что 7.62 даже следа сзади не оставил.. а вот 5.56 летела еще быстро, покоцало задник, пусть он ее и остановил.. нуу.. я вам еще про главный тест не рассказал.. хочу посмотреть сможет ли 50 бмг пробить все эти туши.. 5 человек с 5ю жилетками.. пистолетными причем.. 50ки здоровые.. для примера.. вот 5.56 рядом с 50кой бмг.. и вот только что стреляли.. так что да, здоровенное пулище.. и я думаю.. она пробьет все 5.. такое вот чувство.. нуа и ваши мнения мне интересны.. в комменты кидайте че думаете будет.. с этой гигантской оболочечной крупнокалиберной.. это не бронебойная пуля.. обычная оболочка.. смогет ли она пробить все наши цели.. тут только один способ узнать.. СТРЕЛЯЮ!!! как они задрыгались.. первый.. он труп, да.. а давайте сразу я смотрим.. мелкая дырка на входе.. фух.. баум.. 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 блин, вы посмотрите.. это шиза.. когда пуля заходит, она вокруг себя все расширяет.. а это осколок.. да, кажись он от 50ки.. от основной линии будто в сторону так ушел.. и раньше его не было.. внутренний короче взрыв.. выходной вот здесь.. пробитый жилетик.. и дальше.. летит.. заходит вот сюда.. делает дырень во втором.. это вот девятка мы раньше стреляли.. 50ка же прорвалась вон там.. вышла.. ай, горячо.. кусок оболочки, горяченый такой ошметок медной оболочки.. и дальше.. что-то летит дальше.. уже боком.. чел.. застряла? моща, чтоб ее остановить, аж капец.. но видимо так и остановилась.. значит ударилась в кевлар боком.. а значит наверно пуля то где-то рядом.. видать на стол где-то упала.. скорее всего тут она.. это офигеть канеш.. значит если бы вы были третьим челом в бронике и по вам 50кой стреляют.. два ваших друга.. да вы пьете доктор пеппера и тусите остаток дня.. я тут подумал.. ну послушайте.. черный носик, ага.. это значит бронебойная пуля.. крупнокалиберная, 50ка бмг.. посмотрим будет ли разница.. по идее она развалиться не должна.. а значит должна и пройти подальше я думаю.. но.. не думаю что кто-то когда-то такое пробовал.. так что давайте учиться вместе.. 50ка бмг, черный носик прямо по толпе бронетушек.. кажется ее словило.. жилет там подпрыгнул так.. наверно поймали ее.. вторая пуля вот сюда.. вход.. взрыв.. он труп.. и дальше.. какая дырка.. это вот первая была, не бронебойная пуля.. а бронебойка все еще ровно идет, делая мелкую дырочку на выходе с первого чела.. выразился так.. а пофиг.. так, это вот задняя сторона, и я вижу она там застряла.. а третий просто осколочками посыпала видать, без драмы.. так.. вот кусочек.. оболочка тут.. ай, боюсь их че-то трогать.. наверняка пипец горячие.. ну да.. о, еще кусочек.. но она пробила.. а не, не, это первая дырка.. это вот вторая уже.. это третий желе, тот же что тут стоял.. ему просто передок подрихтовало.. и обратку тоже немного, но давлением, ниче сам кевлар не пробило.. значит черный носик каким-то макаром тот же результат показал.. очень странная фигня.. потому что ну.. даже без броников пули себя странно вели.. короче, если вы третий в бронике.. и по вам стреляют черноносой.. бронебойной 50кой бмг.. все нормально.. еще одна осталась вещь, которую хочу попробовать.. спасибо за просмотр второй части.. люблю вас и до встречи! все просто, одно правило у нас на ранчо.. НИ СЛОВО ЖЕНЕ!